Итак, вот теперь нам нужно модернизировать нашу главную страницу. Мы добавим несколько новых блоков. Это мои услуги, видеоотчет и получается вот этот с цифрами, с показателями деятельности. Значит, услуги будем вставлять после портфолио. Для этого на сайте мы должны перейти в виджет портфолио вот сюда. Для этого мы должны под портфолио, под блок с портфолио, выделим встать на этот блок вот сюда и через плюс добавляем блок, выбираем верстку трехколончатую в три колонки и сюда мы кликаем, теперь мы кликаем по первой колонке, кликаем на плюс первого виджета, слева отображается панель и нам в самом низу нужно выбрать pricing table, то есть цены. Мы, короче говоря, кликаем левая кнопка мыши, держим, захватываем и переносим вот сюда. Давайте теперь настроим. Значит, здесь во-первых иконку, давайте мы ставили уже на этот виджет, здесь нужно выбрать иконку, вот эту вот, вставляем заголовок фотосессия, фотосессия, сейчас я скопирую под заголовок, в студии, отлично, теперь, значит, мы сворачиваем общая, мы переходим во вкладку цена, префикс удаляем, вставляем цену, вставляем цену, обил час, так, сворачиваем цену, открываем вкладку опцию, заходим в первую опцию, это вот эти опции, то есть все, что доступно в данном варианте оказания услуг, мы должны ввести 7 залов, только вот так вот нам нужно ввести, написать, залов, да, ну, естественно, у нас по умолчанию будет, она будет, это включена функция, то есть зеленая, видите, то есть галочкой будет, то есть будет галочка отображаться, да, сворачиваем дальше, здесь будет стильные интерьеры, также все будет включено, следующую опцию открываем, вставляем наш заголовок, еще, и включено, также все включаем, если что-то не включено, то исключено, если вы не хотите, чтобы было что-то включено, то есть, чтобы галочка не отображалась, то исключено ставите, и четвертая опция, комплименты клиентам, и также давайте включено ставим, отлично, и давайте теперь свернем опции, и откроем вкладку кнопка, и ставим текст кнопки записаться, функционал весь подсоединим, как кнопки потом, то есть всю переадресацию потом сворачиваем, теперь давайте перед тем, как начнем выстраивать дизайн этого виджета, нам нужно загрузить сюда фон задний, вот, нам нужно выделить не виджет, а всю секцию, вот наверху на 6 точек кликаем, переходим в стиле, тип фона, видите, написано, выбираем классический, загружаем тип, загружаем сам фон, загрузить, сейчас я загружу, вставляем, теперь здесь позиция центр-центр, вот центр-центр, не очень, а вот центр-верх, вот, отлично, да, размер давайте перекрыть, вот так вот, смотрите, позицию выбирайте вверх-центр, и внизу перекрыть, но она слишком светлая, поэтому нам нужно немножко затемнить, для этого, вот видите, вкладка из перекрытия фона, открываем ее, здесь выбираем классический цвет, тип фона, классический цвет, и вот в цвете выбираем черный, все отлично, теперь давайте перейдем в этот виджет первый, кликаем по карандашу, переходим в стиле, давайте не так, давайте в расширенный, сначала перейдем, здесь выберем граница, вот вкладка внизу граница есть, в границе есть тень объекта, поставим тень, и вот здесь, в открывшейся панели, выбираем белый цвет, закрываем, так, теперь, нам нужно перейти в стиле, значит, в стилях, таблица 1,1, цвет, вот здесь цвет, выбираем белый, отлично, сворачиваем, так, здесь больше ничего не меняем, header, то есть заголовок, здесь, значит, заголовок, цвет заголовка, ставим белый, цвет под заголовка, ставим белый, заходим в типографику, заголовка, выбираем семейство, вводим на английской раскладке, на нужный шрифт, play, fair, вот, шрифт, размер шрифта, ставим 22, а теперь в типографику под заголовка, здесь семейство, здесь также, play, fair, дисплей, и размер 20, причем, давайте здесь даже жирный поставим, стиль, стиль, нет, насыщенность, насыщенность, и болт выбираем, теперь, то же самое, делаем для типографики, также, здесь насыщенность, выбираем болт, ну, чтобы жирный был, теперь, давайте заходим в иконку, вот, стиль иконки по карандашу, цвет, белый, размер шрифта, иконки 51, и здесь пятерку ставите, отлично, сворачиваем иконку, заходим в цену, значит, цвет фона не ставим, префикс не ставим, значение цены выбираем белый, цвет суффикса цены белый, значит, где значение цвет цены, то есть, значение цифры, типографику заводим, заходим, значит, здесь нам нужен шрифт, алигерия, вот этот шрифт, и размер ставим 32, сворачиваем, и то же самое в суффиксе, делаем, значит, шрифт, алигерия, и размер 32, сворачиваем цену, переходим в опции, значит, здесь, включенная опция цвета, выбираем белый, видите, она сразу белого окрасилась, так, так, еще давайте зайдем, значит, получается, вот, вот сюда, в типографике, чуть выше, нам нужно выбрать шрифт, алигерия, алигерия, и размер 18, сворачиваем, здесь вы можете иконку, вместо галочки, что-то другое выбрать, ну, я вот так вот выберу, цвет значка зеленый меняем на белый, все вроде, настроили здесь, опции убираем, и теперь давайте кнопка, сеть, и вот кнопка, и записаться туда, получается, мы должны, здесь, значит, цвет фона белый, цвет текста черный, типографику ставим, шрифт алигерия, 17, также насыщенно, сделаем жирным, сворачиваем, ставим, активируем свитч, добавить иконку, здесь берем, выбираем, нам нужно выбрать иконку, можно в поиске на английской раскладке, выбрать edit, и вот это так вот выбрать, далее мы переходим в расширенную, вот наверху поднимаемся расширенная, здесь граница, кнопка, сюда выберем, заходим в кнопки, здесь где тень объекта, карандаш, нам нужно выбрать белый цвет, все, отлично, вот так у нас получился первый виджет, так у нас получился, появился, получился первый виджет, теперь, для того, чтобы не повторять все эти стили, берем, наводим на этот виджет, выходит карандаш, на карандаше правой кнопкой мыши, копировать, и, в следующем столбце, на плюс наводим, правой кнопкой мыши, вставить, и, в следующем тоже вставить, теперь, ну, все, что нужно сделать, это поменять текст, я буду его брать, с сайта образца, чтобы вас не задерживать, и мы встретимся сразу, после того, как я все вставлю, и так, посмотрите, у меня все готово, теперь нам нужно, вот, над этим, тем средним виджетом, ставить заголовок, для этого, вот внизу и заголовок, или, ну, давайте вот отсюда возьмем, где портфолио, наводим на этот виджет, карандаш, правая кнопка мыши, дублировать, теперь кликаем, по этому виджету, захватываем левой кнопкой мыши, и смещаемся, вот сюда, и заводим его, над этой среди, на среди, средненьким вот этим виджетом, и теперь нам нужно, здесь ставить название, мои услуги, теперь нам нужно настроить, вот отступы сверху и снизу, чтобы не так прям притык было, кликаем на этот блок, вот же на 6 точек, в расширенные, вот отступ внутри, переходим на проценты, отключаем взаимосвязь со всех сторон, просто я себе не отключил, и указал какую-то величину, то со всех сторон был один и тот же отступ, нам нужно сверху поставить 2, и снизу поставить 2, и сохраниться, посмотрите, у нас все получилось, все получилось.